Друзья, приветствую вас. Мы вообще-то в нашей школе Человек Будущего Homo Futurus в общем и в целом занимаемся в принципе созданием науки человечности, потому что наша школа Человек Будущего – это школа человечности. Мы создаём все места. Люди из многих стран мира здесь пишут. И мы время от времени возвращаемся к этой теме. Определяем понятия, что такое любовь, что такое сострадание, что такое живое, чувство бесценности живого, сопереживание, чтобы эти слова мы все понимали по таким чётким научным критериям наукой человечности, потому что ибо эти такие общеупотребимые слова каждый может понимать по-своему. Поэтому происходит разночтение и разногласие. И потом мы же, вот моя фраза такая, что мы не живём в головах друг у друга. Телепатия-то нет такой вот, чтобы мы все понимали одинаково. Да, и поэтому писать и говорить надо понятно. Поэтому мы же, как вы понимаете, создавание этого общего, такого международного общечеловеческого языка в нашей школе, человек будущего, повторяю, homo futurus, это как раз-таки язык, который самые разные люди будут понимать как бы... А знаете почему? Потому что все вместе создаём. Мы как раз-таки тот самый генератор, который создаёт этот язык. И именно создавая его, мы как раз-таки начинаем лучше понимать друг друга. Тут всё в обратных связях, понимаете? Так вот, мы с Романом Газенко сейчас будем делать вебинар. И там мы будем говорить о том, что... Как важно понимать значение слов. И вы мне там писали, и Роману писали определённые слова, чтобы он их расшифровывал, извлекал корень и учил нас всех. Как это делается? Это первое. Во-вторых, поскольку человек социальное существо, естественно, у него есть и внутренняя речь. У него есть и внутренний диалог, так называемый, который иногда нам жить не даёт. Потому что есть даже такое направление, как отключить свой внутренний диалог. Ну да, правда же, да. Ну, интересно, вот лично у вас, конкретно, вы на каком языке сами с собой разговариваете? Или ваш внутренний диалог совсем по-другому происходит? И вообще зачем его отключать? Вот бывает такой момент, вот, например, у людей, которые боевым искусствами занимаются, они иногда пытаются отключить внутренний диалог для того, чтобы сознание, подсознание и организм были в целостности. И действовали, реагировали в ситуации на уровне инстинктов этой целостности. Но там, где не просто сознания нету, а наоборот, в целостности сознания, подсознание, организм. И на этом уровне инстинктивное реагирование. И они побеждают. Так вот, видите, сколько разных аспектов существует. С одной стороны, мы определяем эти слова, определяем понятия. С другой стороны, отключаем, как говорится, внутренний диалог. Видите, сколько много аспектов в этом. Потом Роман мне сказал, что вообще сознание развелось именно благодаря тому, что речь. Если бы речи не было, сознание бы не развелось. А с другой стороны, вот другой аспект есть. Я понимаю, что есть и штампы мышления в нашем сознании. Почему? Потому что штампы мышления, которые включаются, когда у нас стресс, когда мы думать не можем. А мы же тогда штампами мыслим. Потому что это уже как менее энергозатратная субстанция. У нас шаблон выскочил, и мы по нему реагируем. Вот видите, как интересно. А на самом деле, оказывается, для развития сознания нужно развитие речи. Ну вот, я жду Романа, чтобы мы вместе с ним сделали, значит, небольшой выпуск, предварительный, для того, чтобы еще раз сказать о том, зачем нам этот виминар. Потому что, оказывается, вот это внутренний диалог, внутренняя речь, а не только разговор друг с другом среди людей. В зависимости от того, как мы работаем над словами, качество его повышается. То есть уровень нашего сознания, как управляющей системой во всем организме, в коммуникациях и вообще в жизни, качество повышается. Стало быть, и качество жизни нашей повышается. И мы начинаем лучше понимать друг друга. Слово – это сигнал сигналов. Там, в этом слове, прямо законсервированы и образы наши, и чувства наши. Вторая сигнальная система. Потому что в первой сигнальной системе у нас вот это подсознание, которое у нас есть, оно более природное такое реагирование на уровни животных инстинктов. И вообще интересно, вот чем отличается человек от животных? Чем отличается человек от того биоавтомата, который в нем есть? Выработанная эволюция. Вот эти же инстинктивные реакции и рефлексы, выработанные тысячелетиями. И вот сознание. А теперь вот, когда сознание развивается, у нас развивается и самоосознание. Потому что мы начинаем лучше понимать себя, и тогда мы начинаем лучше понимать друг друга. А это, в принципе, там очень интересный аспект тоже есть. Дело в том, что самоосознание развивается за счет того, насколько человек сам собой мужественно, искренен. Да, вопреки своим страхам признаться себе в чем-то. Да, да. Это большое мужество надо. Мне одна дама написала как-то «Нет ничего проще быть искренним собой». Как странно, правда? Это настолько странно, это, видимо, непонятно просто даме было. О какой искренности речь идет. Это же надо себе признаться кое в чем. Я, когда вспоминаю свою жизнь в молодости, я вспоминаю, боже ты мой, сколько людей я несправедливо обидел. И сколько людям я не воздал должную благодарность. Они обо мне хлопотали, они обо мне думали, они обо мне беспокоились, а я позволял себя вести себя вот так по-свински. А вот если бы я в тот момент вдруг понял бы, что я плохо поступаю, я бы так не сделал. А вот для того, чтобы время от времени вот эту искренность с собой носить, чтобы понимать, что ты неправ, но это не только совесть, это еще какое-то вот от наивности бывает, или думаешь, ну на самом деле, вот много человек делает всяких, ну не грехов в прямом смысле, а вот каких-то поступков. Взаимопонимание же из-за этого все не складывается. А лучше складывается, как культуре принято. Всегда быть вежливым, говорить спасибо, ну, их не благодарю, я говорю спасибо, вы говорите как хотите, потому что на этом вебинаре в будущем, как уже раньше я и говорил, никто не волит никого говорить именно так или иначе, просто это мы обучаемся там, роман нам подсказывает, как понимать происхождение слов, и этим самым понимать, как происходит у нас развитие сознания, а в зависимости от того, как развивается у нас сознание, у нас происходит понимание, потому что мир мы понимаем в целостности, когда вот мы немножко, как бы отходим от картины мира, ну как художник, например, отходит от холста и видит ее со стороны, и также вот когда человек в стрессе, на пике напряжения, как говорил Есенин, например, лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии, он говорил, ну то же самое и здесь, чтобы увидеть мир в целостности, надо самому быть целостным, для того, чтобы быть целостным, надо, чтобы сознание, подсознание и организм были согласованы, ну вот в какой момент это происходит, когда отключается внутренний диалог, или когда мы находимся, или это одно и то же, когда мы находимся в состоянии безмятежности, созерцательности, когда мы не в стрессе, все это очень интересно, правда? Поэтому и вебинар, который нам предстоит, и созидание совместной науки человечности, чтобы общий, международный, общечеловеческий язык, который в принципе, в принципе, настраивает нас всех, понимать лучше друг друга, чтобы было меньше конфликтов, меньше войн, и вот поэтому я хотел бы призвать нас всех к тому, чтобы мы почаще возвращались к этой науке человечности, а не только занимались помощью людям в плане здоровья, не только. Мы и это делаем, и то делаем, и поэтому там роликов у нас много по бесплатному ликбезу по 2-3 часа у нас в ролике, пожалуйста, смотрите, кому нужно поправить все здоровье, мы не клиника, но советы там даю, и там все в зум выходят, вы посмотрите эти записи, если 2-3 ролика посмотрите, по эти 2-3 часа, вам это сильно поможет, это точно, а вот созидание науки человечности тоже очень важно, а для этого важно как раз таки, что мы провели еще один вебинар, и может не один, а целый ряд вебинаров с Романом Газенко, и готовьтесь к этому, пожалуйста, и это будет интересно, потому что мы все больше и больше будем понимать друг друга, потому что наше сознание развивается в зависимости от того, как мы развиваем нашу речь, она поэтому, ну слушайте, так интересно, не будь речи у человека, никогда бы не было сознания, вот как интересно, до встречи, друзья.